Но ЕГЭ – это медицинский факт. И никто отменять не будет. За спиной Евгения Ямбурга 40 лет стажа директором школы и членства в Российской Академии Образования. Он и практик, и теоретик. А его главный аргумент за ЕГЭ – это то, что экзамен даёт равные возможности всем выпускникам. Что здесь хорошо? Не сам учитель оценивает свою работу, а объективная и независимая комиссия. Это раз. Во-вторых, когда я оканчивал, мы сдавали 8 экзаменов. А после этого опять еще 4 экзамена в ВУЗ. Это был страшный стресс. Новому формату экзаменов-тестов около 15 лет. В годы начала реформы власти объясняли – единые по всей стране экзамены снизят коррупцию, чтобы в ВУЗы не поступали по связям и за деньги. Но в первые же годы оказалось, что большинство отличников проживает в селах южных регионов России. Мы на ЕГЭ. У меня ничего с ним не хватает. 2013 год. Дагестан. Ученик снимает видео на телефон прямо во время ЕГЭ. Вокруг его одноклассники не стесняются списывать. Учительница занята чем-то важным. Хорошая женщина. Параллельно с этим в первые годы ЕГЭ случались и утечки. Еще до начала экзаменов у выпускников на руках появлялись ответы. Бороться с этим начали еще в 2011 году. С 2013 года у нас утечек нет. И все это меры, которые мы принимали и принимаем, нам позволяют в этом плане быть уверенными. Дело в том, что все, что мы разрабатываем и печатаем, и потом только отправляем в регионы, соответствует всем самым высоким требованиям. После скандальной кампании 2013 года уровень защиты данных и правда повысился. А вот средние баллы за ЕГЭ, как ни странно, наоборот, упали. Уже год спустя число стубальников снизилось в три раза. Просто так на сотку никто не напишет. Эвелина не первый год готовит школьников к ЕГЭ по химии. По ее опыту хорошо экзамен сдают те, кто действительно разбирается в предмете. Пусть в ЕГЭ и важен формат, но просто натаскать на него ученика недостаточно. Натаскивание-то в чем? Есть определенные формулировки. Я вот знаю, что если мне такая формулировка попадется, я вот это делаю, и все супер, у меня получается правильный ответ. Но приходишь на ЕГЭ, там другая формулировка. Из-за этого на экзамене многие школьники теряются, а потом пишут петиции к президенту и министру просвещения. Измененные задачи им кажутся чересчур сложными, хотя по факту за рамки программы они не выходят. А вот с творческими предметами в ЕГЭ все куда сложнее. Творчество в ЕГЭ это не про точные науки, не про математику, а скорее про гуманитарные, например, общество знания, где в третьей части нужно написать эссе на тему политики, права или философии. Но критики утверждают, что проверяющие хотят увидеть не личную точку зрения ученика, а шаблонно написанный текст. Людей натаскивают мысли с шаблонами. Они считают, что вообще мир устроен именно так, что на любой вопрос есть заведомо правильный ответ, известный какому-то начальнику. Вот надо просто найти правильного начальника и он подскажет, как правильно отличать, и ты окажешься победителем. За правильными ответами идут к репетиторам или на курсы. Школьной подготовки часто не хватает. В последний год на волне пандемии особой популярностью стали пользоваться онлайн-уроки. И сейчас рынок именно курсов ЕГЭ онлайн – это такое выражение «алый океан». То есть очень серьезная конкуренция, где достаточно сложно делать большие цифры и много учеников, именно потому что все делают рекламу, все делают одно и то же. Заядлые противники ЕГЭ уверены, что на фоне этого качество обычного школьного образования падает. Причем катастрофически. Так зампреда Госдумы Петр Толстой в преддверии выборов призвал вообще отменить ЕГЭ ради блага новых поколений. Большинство экзамены выпускники будут сдавать не в своих школах, а в соседних, под присмотром чужих учителей. Незнакомая обстановка – еще один фактор стресса. Вкопилку к недосыпу, усталости и давлению со стороны окружающих. Не очень умные педагоги и директора накручивают детей, а также не умные родители. Вот, ты не сдашь, пойдешь дворником, то есть родители невротизируют ребенка. Да наплевать. Не сдаст сейчас, сдаст осень, будет вторая попытка. Человеческая жизнь молодого человека не стоит вот этих обид и этих понтов. Разумеется, не всем, кто сдает ЕГЭ, гарантирован нервный срыв. Наиболее уязвимы те, у кого нет поддержки родных и близких. Но не стоит забывать, что речь идет о подростках, а они любую авторитетную оценку воспринимают остро. Подростки более уязвимы к оцениванию, потому что у них еще нет того опыта достижений, того, что я могу, что у меня получается, на которое они могли бы опираться. В Рособорнадзоре не исключают, что безболезненная альтернатива ЕГЭ может появиться. Например, электронное портфолио, где вузы смогут увидеть все достижения выпускника за 11 лет. Но это только в теории. Даже критики единого экзамена считают, что сейчас не время его отменять.